Хорошо, вот что можно было бы поменять в этом эксперименте, чтобы, может быть, улучшить результат? Давайте подумаем, а что мы могли бы изменить в архитектуре нашей нейронной сети. Мы определили, что там будет 5 скрытых нейронов в скрытых слоях. Мы могли бы поставить какое-то другое значение. Мы бы могли сказать, что скрытых слоев должно быть не 2, может быть 1, может быть больше, чем 2. Тоже это вот такой гиперпараметр, который подбирается. Кроме того, мы выбрали градиентный спуск Adam, а можно было бы выбрать SGD, а можно было бы что-то еще. Learning Rate мы тоже выбирали из головы, можно что-нибудь попробовать еще. Кроме того, мы выбирали сигмоидные функции активации, возможно, другие функции активации дадут нам немножко другой результат. Ну, давайте что-нибудь одно попробуем. Давайте поставим другое количество скрытых слоев. Скажем, что 2 скрытых слоя это много. И теперь закомментируем вот эти 2 слоя. Соответственно, у нас из активации 1 сразу будет передаваться в FC3. Создадим такую нейронную сеть. Переопределим на всякий случай Loss. В Optimizer нужно передать новые параметры, поэтому правильно, что мы перевыполнили эту ячейку. И посмотрим, что будет, если мы будем обучать такую нейронную сеть. И мы сразу видим, что обучение пошло быстрее, потому что у нас меньше вычислений, меньше слоев. И довольно быстро нейронная сеть выходит на те же значения, которые у нас были уже через много эпох. То есть тут прошло чуть-чуть эпох и уже 0.87. Да, даже вроде бы как продолжает улучшаться. 0.90. Давайте остановим в этот момент. Посмотрим, что получается на графике. И мы видим, что картинка поменялась. Возможно, эта картина более адекватная. Судя по метрике, она угадывает на валидации немножко лучше. Отделяет классы друг от друга. И можно сделать вывод, что для данной задачи 2 скрытых слоя это слишком много. Это переусложнение и хватает всего одного скрытого слоя. Даже более того, кажется, что от уменьшения сложности нейронной сети мы выигрываем в качестве. Продолжение следует...